Добрый вечер, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня хочу вам так быстренько рассказать принцип упаковки фиалок для отправки почтой. Значит, за два дня до отправки я снимаю фиалки с фитиля. Вот фитильная нить, в моих условиях она просыхает как раз за двое суток. Вот она сухая. Сам же грунт остается умеренно влажным. Дополнительно я детки не поливаю, ни детки, ни листики, абсолютно ничего. Вот с таким умеренно влажным грунтом детки и поедут. Давайте посмотрим, да, вот укорененный листик с деткой. Смотрим, какой влажности грунт. Вот, он не мокрый и он не сухой. На стенках немножко конденсата. Это ничего страшного, все в порядке. Вот еще одна. Один листик Ян Каприз. Вот, смотрим, тоже на стенках. Так, камера плохо фокусируется, потому что снимаю поздно вечером, можно так сказать. Так, ну, в общем-то, здесь тоже конденсат на стенках стаканчика. Это тоже ничего страшного. Также в этом году я буду отправлять абсолютно все фиалочки, если какие-то детки зацветают, да, буду отправлять все вот с цветочками. С пасынками, с цветочками. И только вы будете решать, как с вот этим чудом поступать. То есть разрешать свести дальше, либо же снимать. Вот такая вот замечательная детка поедет завтра в Краснодарский край. Это сорт Леострия. Так, это спортивный сорт, поэтому деток нужно, если бутончики появились, то нужно ждать распуска цветочков, чтобы убедиться, что цветение сортовое. В данном случае я вижу, что цветение по сорту будет цветочки кораллового цвета. И вот там вот маленькие фантазийные крапы есть фиолетового цвета. Они, конечно, еще слабенькие такие, но это же детка цветет. В общем-то, здесь уже можно с 90% уверенностью сказать, что эта фиалочка зацветет по сорту. Вот, все вот в таком же виде будут упаковываться. Значит, для упаковки, что я использую? Так, туалетную бумагу, вот такую мягкую. Можно салфетки, вот такие. А грунт прокладываю вот сверху, вот так вот. Вот этой бумажкой по кругу. Дальше детка упаковывается вот в такие пакеты, чтобы грунт не просыпался. Пищевую пленку я не использую, потому что сейчас еще такая у нас температура ночная. Вот отправлять буду, ночная температура будет 9 градусов, а возможно где-то попадет и 7. Пищевая пленка, ну как, она хуже дышит, да. А нам нужно, чтобы фиалочка не запотела. Вот, потому что испарять влагу фиалки все равно будут, даже в темной коробке. Поэтому нужно сделать так, чтобы доступ воздуха сохранился по максимуму. Поэтому вот пакетики. Все. Сначала салфетка, потом упаковывается стаканчик вот в такой пакетик. Дальше будет вот в такой утеплитель все упаковываться. То есть туба будет делаться с вот такого утеплителя. И все. Сами детки я не буду обворачивать туалетной бумагой дополнительно. Потому что опять же температура воздуха еще у нас нестабильная. Фиалочка будет испарять влагу. Вот эта бумага будет влажная. И если где-то вдруг посылку на улице, там даже на пару часов оставят, то, в общем-то, это не нужно нам. Вот. Так, что еще? Ну, коробка, да. Ну, в принципе, все вот и вся упаковка. Все просто, без всяких заморочек. Вообще, вот я упаковываю фиалки для пересылки по почте всегда по-разному. Это зависит в первую очередь от температуры, при которой посылки отправляются. Продолжение следует...